Я приветствую всех наших зрителей. Если вы с нами, это значит, вас интересует актуальная обстановка в Украине, и не только. И обсуждать ее сегодня мы будем с моим гостем Александром Коваленко, военно-политическим обозревателем группы информационное сопротивление. Александр, давайте начнем с сегодняшнего парадобесия. По вашему мнению, почему лидеры стран Центральной Азии все же решились приехать 9 мая в Москву? На мой взгляд, у каждого для этого есть своя причина определенная. Если мы говорим о президенте Кыргызстана, то здесь вопрос рисков для самого Кыргызстана со стороны Таджикистана, поскольку у них есть проблемы с границей, приграничные нерешенные вопросы, которые периодически перерастают в локальные конфликты. И Россия, условно говоря, выступает гарантом стабильности в этом регионе, не позволяющим, чтобы очередной приграничный конфликт перерос из локального какого-то в более масштабное противостояние, в полномасштабную войну между Таджикистаном и Кыргызстаном. Это, конечно же, эфемерные надежды, но, по крайней мере, в сегодняшних реалиях, Кыргызстан, например, должен так или иначе, но это учитывать. В целом же, даже если все страны перечислить, да, тот же самый Казахстан, Узбекистан, ну и Кыргызстан и Таджикистан, их объединяет в связях с Россией еще одна очень важная вещь, а именно контрабанда. Контрабанда запчастями, оборудованием иностранного происхождения, иностранного производства, которые из-за санкций в Россию, ну, просто так теперь уже напрямую не попадают. В том числе, эта контрабанда используется и в военной промышленности Российской Федерации, непосредственно при строительстве ракет, производстве ракет. Поэтому интересов много. За контрабанду, соответственно, контрабанду нужно обеспечивать, отвечать за поставки необходимой номенклатуры. Опять-таки, определенную лояльность Россия пытается купить у этих стран, для того, чтобы эта контрабанда и продолжалась далее. То есть, в целом, есть множество причин, по которым представители этих стран были, ну, нечто о том, что называют парадом. Ну, знаете, мне, я, когда я смотрела на их лица, мне хотелось спросить, моргните два раза, если вас держат в заложниках, потому что лица, конечно, у них были такие очень напряженные в этот момент. Ну, например, президент Казахстана, я был удивлен, что он там появился вообще. Касым Жамаратакаевым в последнее время достаточно так язвительно высказывается и общается с Путиным. Появление его может быть обусловлено, опять-таки, даже не только вопросами, которые необходимо решать с глазу на глаз, да, но и, конечно же, северные районы Казахстана, которые являются, мягко говоря так, довольно-таки опасной зоной для разного рода каких-то гибридных мероприятий, которые могут проводить с российской стороны. Это нестабильный регион. Поэтому не исключено, что, да, действительно, в какой-то степени моргните два раза, имеют право жить. Такое утверждение, поскольку та или иная страна, они находятся в зоне рисков, в зоне рисков гибридного воздействия со стороны России. Уже через неделю эти же главы этих же стран поедут в Китай. Си Цзиньпинь пригласил их принять участие в саммите Китай-Центральная Азия. Совпадение? Нет, это планомерное, скажем так, действие Китая по его экспансии в Средней Азии. Китай даже не скрывает своих амбиций. Китай, проникая довольно-таки глубоко на рынок и в все сферы экономики Казахстана. Аналогично он пытается взаимодействовать и с Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном. То есть это взаимодействие, демонстрирующее, скажем так, его экспансию и его планы на экспансию, развитие дальнейшее. Наверняка на этом саммите будет собрана информация о том, что происходило 9 мая в Москве. Сколько проехало танков по Красной площади. Это не публичная информация, я имею в виду, конечно, разговоры, переговоры за тем же обедом, или в кулуарах, или еще как-то. Наверняка они имели какие-то личные беседы с Путиным. Безусловно, и Си Цзиньпин просто из первых уст может узнать даже и то, в чем особо нуждается Путин сейчас, хотя это и так очевидно. Но, безусловно, у Путина могли быть определенные какие-то запросы к представителям этих стран, и об этих запросах может быть поставлен в курс дела и Пекин, из-за этого он будет уже свою стратегию относительно России выстраивать. Эта информация действительно важна, ведь Китай сейчас, он не только демонстрирует движение в азиатском регионе, в Средней Азии, он еще очень ярко сейчас демонстрирует свои амбиции на вассализацию самой Российской Федерации, вассализацию экономическую, финансовую, ресурсную, технологическую вассализацию и так далее, вплоть до даже политической. Давайте опять вернемся к этому парадобесию и к речи Путина, не хочу разбирать ее по цитатам. Это лапша для внутреннего меню? Безусловно. Практически все, что сейчас публично делается официальными лицами в России, это для внутреннего потребителя. На Западе уже не воспринимают Путина как, ну скажем так, как серьезного спикера. Опять-таки человек, который даже до гибридного вторжения в Украину в 2014 году и полномасштабного в 2022 году никогда не держал своего слова, всегда практически врал, нагло врал, хотя его за это не так сильно критиковали. То сейчас попросту его слова не воспринимают на веру абсолютно. И это хорошо, что так происходит. Практически каждая угроза, каждое обвинение, исходящее от Путина или его клики, то безусловно это исключительно для потребителя информационного фастфуда самой Российской Федерации. Хотя есть еще определенная прослойка в других странах, которые испытывают пророссийские взгляды, настроения, чаяния, для них это тоже в какой-то степени пища для услада, для ушей. А так, в принципе, исключительно внутренний потребитель не больше. Военный парад. То, что мы увидели, то, что увидел целый мир, это не суразиться с этим одиноким танком, невозможность продемонстрировать новую военную мощь. Что вообще это было? В действительности, да, очень странный ход такой с танком Т-34. Почему? Потому что, ну, абсолютно все танки не уничтожены российские. У них есть в наличии. И для Красной площади вполне бы могли выделить хотя бы роту тех же самых Т-90, чтобы они так смотрелись солидно. Или хотя бы роту Т-80 БВМ по образцу модернизации 22-го года, которые тоже более-менее смотрелись так приемлемо. Но решили выкатить Т-34. Странный ход. Скорее, это больше эмоционально-психологический элемент воздействия для внутреннего потребителя, для навязывания вот этого карго-культа Второй мировой войны, или, как они ее называют, Великой Отечественной. И через этот карго-культ попытались и привлечь внимание, например, отсутствие танков. Да, один танк. Какой танк? Советский танк. Танк Победы, скажем так. И вот с этим символизмом они выкатили на Красную площадь. Потому что, действительно, даже в Екатеринбурге были танки Т-90, например. Т-90А и Т-90С. Это очень интересный, кстати, такой момент. Почему? Потому что Т-90А – это именно те танки, которые первые выводились на хранение в 2010-х годах. А потом, когда их стали выводить с хранения, и модернизировать, они превратились в Т-90М-прорыв. То есть, практически все Т-90М-прорыв – это не абсолютно новые танки, а это модернизированные Т-90А. То есть, один Т-90А просто не доехал до модернизации. Просто консервы, можно сказать. Ну, скажем так. Один Т-90А просто не доехал до модернизации. А Т-90С – это танки, которые шли на экспорт. Например, в Индию. То есть, интересная картина. Один не доехал на модернизацию, его отправили на парад. Другой не доехал до заказчика. Его не продали и отправили тоже на парад. Такое символично. Но мы не увидели не только танков, но и авиации. Боятся. Действительно боятся, что что-то может произойти в небе над Москвой. Эта компонент, авиационная компонента, именно по этой причине и была закрыта. То есть, на сегодняшний день, даже я скажу так. Если и не брать во внимание угрозу воздушного пространства над Москвой в процессе парада, угрозу ракетную или угрозу дроновую, то есть, другая угроза достаточно серьезная. Многие российские образцы вооружений, техники, они достаточно уже износившиеся, выработавшие свой ресурс. Даже условно современная авиация, Су-35, фронтовые бомбардировщики Су-34, они в большинстве своем имеют определенную уже выработку ресурса. И, мягко говоря, недостаточно высокий уровень надежности. Поэтому, может быть, даже не какой-то неопознанный летающий объект может испугать Путина и из-за этого вообще отменили авиационную компоненту. А банально даже сам же истребитель или бомбардировщик российский из-за выработанного ресурса может стать причиной некого инцидента на Красной площади. Или над Красной площадью. А чего им боятся неопознанных летательных аппаратов, если, как заявляет Министерство обороны России, у них есть такая система, как «Панцирь-С», которая сбивает 100% ракет «Химарс». Они об этом сказали. А тут они, что, с банальными дронами над Кремлем бы не справились? Ну, опять-таки, кто верит Министерству обороны Российской Федерации? Вообще, сбить реактивный снаряд «Химарс» это, я даже не знаю, какой это уникальный случай. Но если мы говорим о ЗРПК «Панцирь-С1», то эти малого радиуса действия комплексы продемонстрировали себя очень, скажем так, негативно, не с лучшей стороны. Например, в борьбе с более медленными целями, чем реактивный снаряд «Химарс», например, с беспилотниками. Это был наименее результативный комплекс по уничтожению дронов в Сирии на авиабазе «Хмаймим». На авиабазе «Хмаймим» расход из 100% расходуемых ЗУР, зенитноуправляемых ракет «Панцирь-С1», только лишь 13-17% попадали в цель. Опять-таки, это, грубо говоря, примерно 1 к 10, 1 к 9 ракета попадала в цель. Ну, вот такой вот расход боекомплекта. То есть, если им нужно перехватить реактивный снаряд «Химарса», у них 12 ракет, полный комплект, полный пакет зарядки, ну, скажем так, для начала им нужно его догнать. Скорость стартовая скорость «Хаймарса» примерно 1 км в секунду. Это его скорость. То есть, 3600 км в час получается где-то так. Но это нужно еще уметь догнать такой реактивный снаряд. Это как минимум. У ЗРПК «Панцирь-С1» нет такой возможности. Соответственно, давайте поговорим о нашей системе ПВО. В последний месяц директативность работы наших героических сил воздушной обороны действительно впечатляет. Только вот за сегодняшнюю ночь, как было объявлено, из 25 крылатых ракет 23 было уничтожено. О чем это говорит? Патриоты встали на дежурство? Я не думаю, что непосредственно Патриоты принимали участие. Возможно, они в том числе, но они не являются превалирующим каким-то элементом по борьбе с крылатыми ракетами. Каждый месяц результативность сбития тронов, ракет, слава Богу, для нас растет. Да, эффективность работы нашей ПВО, она действительно демонстрирует то, что когда 27 февраля, по-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, да, 27 февраля, когда в 22 году, когда Коношенков заявлял, что полностью уничтожена вся ПВО Украины, и они взяли под полный контроль воздушное пространство, ну, мы видим, как можно верить заявлениям Коношенкова, ну, и вообще любого официального лица Российской Федерации. По сути, на сегодняшний день мы становимся все сильнее и сильнее благодаря интеграции в нашего ПВО большего количества современных западных образцов противовоздушной обороны. Эффективность растет, растут показатели уничтожения ракет, и, что самое важное, растет количество номенклатуры, которые мы можем сбивать. Почему? Я думаю, что Патриот в этот раз не принимал участие в сбитии, хотя, конечно же, крылатые ракеты – это тоже его конек. Мне кажется, что Патриот в первую очередь применяется против баллистических объектов, баллистических целей. То есть, при угрозе нанесения ударов Х-47М2 «Кинжал», при угрозе нанесения ударов Искандером или Х-22, в таких вариантах он может применяться. В остальных случаях у нас, как мы видим, уже выстроено достаточно эффективное эшелонированное ПВО малого и среднего радиуса действия, которое эффективно сбивало ранее, а сейчас еще более эффективнее, сбивает крылатые ракеты. Именно эти эшелоны и применялись в данном случае. Но, к сожалению, путь к тому, чтобы полностью закрыть небо над Украиной, еще, наверное, был. Пока рано об этом говорить, да. Благая весть пришла из Великобритании. Вашингтон-Пост сообщает, что Министерство обороны Соединенного Королевства попросило предоставить Украине ударные средства с дальностью действия до 300 километров. В уведомлении была просьба ответить в течение трех дней. Как вы прокомментируете эту новость? В декабре 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес сделал интересное заявление. Сказал, что Великобритания может рассмотреть передачу Украине авиационных ракет Storm Shadow. То есть, в принципе, новость не нова, если честно. Она уже как бы, ну, без малого скоро как полгода пульсирует в информационном пространстве. Но чтобы принять такое решение, конечно же, оно принимается не спонтанно, поскольку Storm Shadow это серьезная авиационная ракета. С дальностью полета, да, у нее есть модификация 300 километров, но есть и модификации 500 километров. Поэтому еще вопрос, какую модификацию мы можем получить в перспективе, в первую очередь. Боевая часть у этой ракеты 450 килограммов. Достаточно мощная боевая часть, которая позволяет отрабатывать широкий спектр объектов даже укрепленного типа. И есть один определенный минус у этой ракеты. Для нее нужен западный образцоноситель. Возможно ли ее интегрировать в наши истребители? Я сегодня читала о том, что как раз вот эти ракеты, которые запросили, их как раз можно интегрировать на наши истребители. Возможно, да. Этот вариант не исключается, поскольку мы достаточно успешно интегрировали, например, EGM-88-HARM противорадиолокационную ракету, и они успешно применяются. Но есть определенные нюансы. Есть определенные нюансы, связанные с архитектурой. Архитектура западного образца истребителя и нашего, в нее, по сути, интегрирован любой комплекс, авиационный комплекс ударного типа. Ну, та же самая ракета. Будь то воздух-воздух тип, воздух-поверхность, они взаимодействуют как до пуска, так и после пуска. У нас истребители советского образца, совершенно другая архитектура, даже и близко не схожая с западной. Поэтому, как таковая интеграция и применение ракеты, возможно, безусловно, это можно сделать через определенную модернизацию истребителей. Но, есть все-таки негативный момент. Использование этих ракет советского образца истребителей не позволяет раскрыть в полной мере все ее характеристики. Именно западного образца истребитель может полноценно применять и раскрывать все ее возможности. Соответственно, мы ждем, когда нам будут поставлять эти образцы. А это произойдет. Вы верите? А это, безусловно, произойдет. Мне кажется, во второй половине 2023 года это будет более чем вероятно. Что вас так уверяет в этом? А почему не раньше? Почему нам до сих пор их не дали? Ну, хотя бы, например, сроки подготовки пилота. Срок подготовки пилота 4-6 месяцев. То есть до полугода. От 4 до 6. Так и рассчитываем. В принципе, я не исключаю, что этот процесс уже идет. Вполне возможно. Можно делать такие предположения. Или даже если пилоты поступят в мае или в июне на подготовку, то, в принципе, как раз вторая половина 2023, это где-то ноябрь-декабрь, у нас может появиться первый истребитель западного образца. Может быть, даже и не совсем истребитель. В первую очередь. Может быть. Но именно западный. А что? Интрига? Ну, нечто очень похожее на истребитель западного производства. Но, опять-таки, не полноценный боевой самолет, как мы привыкли воспринимать. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот, посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь, смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная, вроде, чашечка. Вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично уже проявился. И теперь, смотрите, вот конфеточки. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Давайте поговорим еще об одной новости сегодняшнего дня. Продолжается Вадевиль Пригожина в Бахмуте. Акт третий. Действие финальное, я надеюсь. Сегодня новое видеообращение. Примечательно, что дирижер Вагнера выпустил это видео практически синхронно с речью Путина на Красной площади. Главные тезисы. Мы остаемся в Бахмуте еще несколько дней, но ВСУ рвут фланги. Сегодня одно из подразделений Министерства обороны бежало с одного из флангов. Также Пригожин назвал Министерство обороны Министерством интриг. Еще одно заявление. Только на одном из участков, с которого, по словам Пригожина, бежала 72-я бригада, у него погибло 500 человек. Также он сказал, что главный наш враг уже даже не ВСУ, а военные бюрократы. Когда же уже опустится занавес этой паскудной пьесы? Не скоро. На самом деле не скоро. Пригожин выполняет сейчас роль инфокиллера для Шойгу и Герасимова. И он выполняет эту роль не просто так. Кто такой Пригожин? Это подшефный ФСБ человек. Точно так же, как и ЧВК Вагнер создавалась как конкурирующая гибридная силовая структура министерским ЧВК. Например, старейшая ЧВК в России это редукция антитеррора, которая подчинялась Министерству обороны, ну и продолжает подчиняться Министерству обороны Российской Федерации. То же самое Министерская Патриот. О них не так много слышно, но они действуют, они работают за пределами в том числе Российской Федерации до полномасштабного вторжения у них были и свои миссии. То есть ЧВК Вагнер создавалась именно для конкуренции с МОРФ от лица ФСБ. И достаточно успешно они справились с этой задачей. Они перехватили основные потоки финансирования на гибридные операции за пределами России и популяризовали себя вообще во всем мире. То есть это сейчас террористическая организация своего рода мирового масштаба на уровне как с ИГИЛ можно сравнивать. Ну поскольку например контроль количества стран в Африке Мазамбик, ЦАР, Ливия, Судан, Врукен-Фасой и так далее, Мали демонстрируют распространение ЧВК Вагнер действительно как ИГИЛ, как террористическая организация, которая в свое время тоже так расползалась. И по факту то, что мы сейчас наблюдаем это попытка настолько надавить на Шойгу и на Герасимова чтобы полностью обнулить доверие в первую очередь Путина к Кирзачам. С какой целью? Чтобы ФС поставили на Фрунзенской набережной своих генералов, своих людей. Потому что мы сейчас как бы говорим о межведомственной конкуренции и даже большей конфронтации. А есть еще и внутриведомственная конкуренция и конфронтация. Например, в том же самом Министерстве обороны Российской Федерации имеются свои группы влияния и некоторые из этих групп влияния находятся на коротком поводке у ФСБ среди опять-таки российских генералов. Например, Суровикин. Этот карманный генерал ФСБ. И он относится к... Мы сейчас видим он рядом с Пригожиным. Да, и он постоянно поддерживает Пригожина. У них прям такой тандем даже складывается. И вот демонстрация того уровня конфронтации, который сейчас нарастает. Безусловно, это негативно сказывается на возможности управления войсками, командования войсками. В общем, вся система управления, несмотря на то, что она там действительно выстроена неплохо, вот что-что вот система управления, она рабочая, намного лучше работает, например, чем логистика российская. Но при этом подобного рода конфликты, они приводят к тому, что система управления, даже рабочая, становится неэффективной, начинает страдать. Ну и, собственно, это нам только на руку. Вы думаете, он посмел бы вообще открыть рот и вообще что-то вякать без согласования? То есть это без согласования... Ну, в первую очередь он получил гарантию безопасности. Он неприкасаемый. Он такой же самый неприкасаемый, как Игорь Гиркин. Вот возьмем среднестатистического россиянина, гражданина России, жителя России. Стоит ему выйти на улицу, например, с листком бумаги, на которой написано «нет войне», и все. Отправляется сразу в ГУЛАГ. До свидания. От человека ничего не слышно. По всей строгости закона. Игорь Гиркин занимается дискредитацией российской армии 24 на 7 уже больше года. С первых дней, можно сказать, он занялся дискредитацией российской армии. Но его никто не трогает. А почему? Он что там? Какой-то выдающийся герой? Ну, Владлена Татарского, например, тронули. С Дарьей Дугиной что-то случилось. Хотя тут тоже интересно, можно развивать размышления на эту тему, но есть каста неприкасаемых, а есть тех, кого можно отстреливать в случае, когда возникает какой-то определенный или финансовый спор, или непосредственно, когда человек переходит, ну, мягко говоря, на переходит берега. Например, с Татарским такое произошло. Ведь Владлен Татарский что это за персоналия? Это персоналия, которая с момента своего появления находился под патронатом ГУГШ в СРС. То есть ГРУ. По сути, он являлся подшеф на ГРУ и напрямую Министерство обороны, которое и контролирует, конечно же, ГРУ. Но в 2022 году он резко меняет свою позицию, особенно во второй половине 2022 года, начинает критиковать Министерство обороны России и всячески поддерживать Прибожина. О чем это говорит? Это говорит о том, что Татарский перебежал с одного лагеря в другой. Его попросту скупили. Чем это все закончилось? Ну, мы прекрасно знаем, чем это все закончилось. Хорошо, так феерично. И так, что мы любят. Феерично закончилось, так искрометно. Собственно, а почему это произошло? Да потому, что Владлен Татарский был просто шестерка. Никому не нужная шестерка. Не, ну как никому не нужно? От него была определенная пропагандистская польза. Но таких пропагандистов у них, как на шелудивом все в шее. Блох. Блох. И таким образом Владлен Татарский не являлся неприкасаемым. Неприкасаемый, опять-таки, это тот же самый Гиркин, это тот же самый Пригожин. Вот им дозволено. Потому что они не меняли, потому что, я прошу прощения, потому что они не меняли, да, вот свою... Нет, Гиркин тоже перебежчик. Он тоже перебежчик. Он изначально, ну там вообще очень интересная история, он изначально был министерский, грушник, но именно начиная с 2014 года начинается вот дрейф ФСБ. По сути, Пригожин и Гиркин, тут очень интересный момент, они оба подшефной ФСБ Лубянки. И у Гиркина просто свой, своя группа влияния, которая его курирует, которая ему дает покровительство. У Пригожина более влиятельная, своя, но, тем не менее, они занимаются, во-первых, одним и тем же, но это не мешает им между собой собачиться, в свою очередь. И от степени важности имеется вот эта вот неприкасаемость. вот они важны сейчас, они и такими являются. Как неприкасаемость вообще обеспечивается. Прекрасно знают в Министерстве обороны России, что практически на каждого генерала, и не только генерала, а практически на всех, кого только можно, у ФСБ есть полная база данных. На каждого есть своя такая толстая, толстая пачечка документов, папка такая, папище. И в случае, например, каких-либо действий со стороны МОРФ, которые нарушают вот эти установленные рамки по неприкасаемости, сразу например, псевдо-типа оппозиционные либеральные ресурсы в России, которые занимаются подобного рода, например, какими-то уникальными расследованиями. И происходят вот такие скандальные ситуации. Вот так, дорогие друзья, в поте лица подписываю для вас книги. Но уже осталось немного, слава Богу. На сегодня немного. много. Александр, но ведь опять-таки вот эта вся гнусная пьеса, которая сегодня была продемонстрирована Пригожиным, опять-таки она для внутреннего пользователя. пьеса, правильно? Да. Это же просто пощечина, оплеуха верхушки Министерства обороны, которая сегодня на Красной площади взветувала и принимала вот этот вот парад с участием этого одного несчастного танка. То есть, что они показывают своему населению? Что Путин между не двух башен, которые должны его поддерживать, а его башни его разрывают, его уничтожают. Если это продукт для внутреннего потребителя, то это, мягко говоря, плохой продукт. Ну, скажу так, а потребителю нравится. А потребителю это нравится. Вот интересно, а кто в этой всей ситуации, чью сторону занимает среди россиян? Ведь в основном-то поддерживают Пригожина, а у него основная львиная доля поддержки. я сегодня, простите, я сегодня даже видела видео, как сидят люди в каком-то темном помещении и обращаются к Пригожину как к отцу родному. Спаси, сохрани, защити там и так далее. То есть... Да, было Путин, помоги, теперь Пригожин, помоги. А как растет рейтинг Пригожина при этом? То есть, я абсолютно не удивлюсь, если через какое-то время Пригожин даже или свою партию организует или вступит в какую-то партию и займется уже политической карьерой. И я не могу сказать, что у него будет это неудачно, например, как у Прилепина. Нет, если, конечно, с ним тоже что-то не случится, какой-то печальный инцидент. Поскольку, в отличие от многих, Пригожин, он действительно находится в зоне, где может прилететь. Тут даже может быть не подстава со стороны Министерства обороны Российской Федерации, а именно от нас прилететь там очень высокая вероятность. И в данном случае я даже удивлен, что Министерство обороны РФ, оно каким-то образом не организовало до сих пор вот такой вот прилет с обвинением вот эти злобные украинацисты убили нашего батю, да, вот так вот, похороны бы ему устроили, там такие помпезные, даже может быть по Красной площади бы еще бы пронесли гроб, рядом там с Лениным бы положили и тому подобное. Ну, героическая же прямо личность для россиян. Военный преступник, бывший зэк, да, торговец с хот-догами. И к успеху же пришел. И я удивлен, что этого не происходит. Можно было бы красиво это все обставить. Но, видимо, уровень вот этой неприкасаемости он там ощущается на Фрунцинской набережной буквально всеми пятыми точками. Можно ли тогда говорить о том, что Путин уже не влияет на вот эти турбулентные процессы, которые сейчас происходят? Путин даже в какой-то степени все больше становится наблюдателем. И я не исключаю даже того, что он даже может в какой-то момент уйти в глубокую депрессию. Ну, например, как было у Сталина в момент нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Только у Сталина это произошло в самом начале, а у Путина это может произойти как раз под конец войны в Украине. Вот эта фаза отрешенности. Но это, конечно, критически может повлиять вообще на всю систему управления в России и не только в России. Спасибо большое. Оставим это подло со своими проблемами. И напоследок я хотела бы с вами обсудить еще одну тему. Власти непризнанного Приднестровья просят увеличить российское военное присутствие в республике. Об этом сообщил глава сепаратистов в Москве Леонид Монаков. О чем это говорит? Это они пытаются таким образом как-то второй фронт открыть? Нет. Нет. Не будет никакого второго фронта из Приднестровья. У них попросту нет того ресурса, который бы они могли для этого использовать. Например, чтобы вторнуться в Одесскую область и захватить Одессу. Попросту нет этого ресурса. У нас сейчас вот мы очень часто например когда там поднимался вопрос с Беларусью очень часто мне приходилось как бы тоже успокаивать там не идет формирование ударной группировки. Какая должна быть ударная группировка? Какое количество должно быть чтобы была реальная угроза? И важный момент для чего это все в Беларуси происходило? Во-первых они там тренируют сейчас часть своих мобилизованных а во-вторых им очень важно постоянно поддерживать этот градус напряженности чтобы сковывать наши силы на севере на северном плацдарме по границе с Беларусью. И очень часто повторяется многие даже об этом говорят что в первую очередь они сейчас используют Беларусь для того чтобы сковывать наши силы на севере но помимо северного плацдарма есть и другие где сковывается не меньший наш ресурс например это северо-восточный сектор это Кальковская область это Сумская область это граница с Российской Федерацией там сковывается тоже серьезный наш ресурс который мы не можем перераспределить и который контролирует ситуацию вдоль границы аналогичная ситуация в Одесской области юго-западный сектор там сковывается тоже серьезный наш потенциал который сосредоточен для того чтобы предотвратить любые угрозы со стороны Приднестровья и те силы которые есть у россиян и незаконные вооруженные формирования так называемая ПМР их недостаточно чтобы предоставлять угрозу представлять угрозу для Одессы и Одесской области а вот для кого да для Молдовы поскольку армия Молдовы она мягко говоря не боеспособна абсолютно даже приднестровские силы куда более боеспособны чем молдавские поэтому вот насколько бы это не была парадоксальная ситуация но она такова и наращивание потенциала так называемых миротворцев за счет увеличение личного состава но это не самый лучший звоночек это угроза не столько для Украины опять-таки сколько для самого Приднестровья в котором постоянно катализуются нарративы о том что то Украина хочет напасть на Приднестровье то Молдова готовит нападение на Приднестровье это у них такой бесконечный уроборос таких заявлений при этом эти заявления сейчас еще подогревают аналогичные исходящие от официальных лиц Российской Федерации и в Министерстве иностранных дел так называемом в России говорят о таких угрозах якобы что Украина готовит нападение на Приднестровье и что в Министерстве обороны Российской Федерации аналогично то есть они зачем-то это все-таки нагревают эту сковородку и подобное например пополнение личным составом сложно сказать как они это организуют там на самом деле желающих воевать по правде говоря среди жителей Приднестровья не так уж и много но если они предложат подписывать контракт с Российской армией носителем российских паспортов а там у многих российские паспорта есть не только российские там есть у одного и того же человека и молдавский паспорт румынский российский украинский немецкий даже и так далее болгарский они же между собой даже там соревнуются у кого больше паспортов то есть такие уникальные люди а у кого-то конечно же еще и советский паспорт помимо всего прочего а переброску это очень сложный процесс транзитный процесс то есть транзитом через Турцию например заезжать через Европейский Союз там одну из стран через Турцию из Турции например в Баларию или в Румынию оттуда сухопутными путями в Молдову через Молдову уже в само Приднестровье потому что там сейчас ограниченное даже авиасообщение а в принципе тут расчет исключительно только на местное население которым будут давать возможность например подписывать контракт с армией России а это уже в принципе в среднем 240 тысяч рублей в месяц это для среднестатистического жителя Приднестровья очень большие деньги и вот именно на это они могут повестись именно на финансовую составляющую вы упомянули Беларусь и я вспомнила Лукашенко на сегодняшнем мероприятии обнять и плакать что с ним это опять-таки это игра больного или действительно Лукашенко все я не уверен что пока еще все лавирует дед пытается да ведь он же на протяжении всего 2022 года испытывал серьезное давление со стороны России относительно предоставления белорусской армии для ведения войны против Украины и тем не менее он армию свою не передал под руководство российских генералов все-таки увиливать смог поэтому я не исключаю что могут быть совершенно разные варианты потому что он конечно тиран и преступник заслуживающий наказание по всей строгости но он еще при этом и хитрец то есть выплывет я думаю что да как бы конечно не было бы обидно слышать белорусской оппозиции о том что у Лукашенко есть шанс выплыть увы но это так он даже после того как закончится война и рухнет путинский режим даже после этого к сожалению я так вижу у Лукашенко есть шанс оставаться скажем так при власти в Беларуси если его сегодня не напалили каким-нибудь новичком или еще какой-нибудь а зачем он все-таки удобен сейчас в России он удобен как полностью ну не полностью марионеточный потому что армию же все-таки не дал заставить не смогли но в целом он абсолютно контролируемый хитрый дед спасибо большое Александр напоследок традиционно я хотела бы напомнить подписаться на наши ютуб каналы это Дмитрий Гордон в гостях у Гордона и Олеся Бацман кроме того не забывайте что вы можете комментировать нашу беседу и я напоминаю что сегодня со мной на связи был Александр Коваленко военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление спасибо вам за беседу спасибо вам